В автомобилях бойцы регионального сводного отряда ОМОН и СОБР. В город они вернулись из зоны проведения специальной военной операции. По уже сложившейся традиции сотрудников встречали сослуживцы, родные и близкие. Дорогие друзья, коллеги, всех приветствую на родной Рязанской земле. Глубокое уважение вашим близким, которые сегодня пришли вас встретить. Сейчас здесь перед всеми отдельно выражаю благодарность командирам. Главное за то, что все вы вернулись живыми и здоровыми. Отличившимся бойцам вручили государственные награды. Это медали за отличие в охране общественного порядка. Я доволен то, что вернулся с четвертой командировки. Своим родным, близким. Дома меня ждут две дочки, жена. По традиции присутствующие почтили минуты молчания память погибших при исполнении служебного и воинского долга. Встречали бойцов и те, кто уже вышел на пенсию, но бывшими себя не считают. Василий Тришин, заместитель председателя Совета ветеранов Росгвардии, рассказал, что всегда волнуется во время таких встреч. И добавил, что чувства ребят понимает, ведь он сам участник боевых действий. Люди из служебных командировок возвращаются немного другими с переосмысленением жизненных ценностей. Они приезжают не просто как бы сотрудники, они приезжают, они являются все боевыми товарищами. То есть есть понятие там друг, товарищ, а это боевой товарищ. Это немалоценно. Сотрудники Росгвардии получили и ведомственные награды. Медали за боевое отличие, за проявленную доблесть третьей степени, за заслуги в укреплении правопорядка, за отличие в службе первой и третьей степеней, очередные специальные и воинские звания. Очень рады, все ветераны рады, что достойное поколение, сейчас вот старики говорят, молодежь не та, да та молодежь. И глядя на них, они способны защитить нашу родину, выполнить служебный человеческий долг на высоком уровне. Теперь у бойцов регионального управления Росгвардии краткосрочный отпуск в кругу семьи. А после тренировки за тренировками и снова выполнять служебно-боевые задачи.